Добрый день, уважаемые участники и вольнослушатели проекта «Открытый университет». Мы продолжаем наш курс, связанный с подготовкой к ЕГЭ по истории. И сегодня мы поговорим о том, как готовиться, как выполнять задания по исторической карте. Это четыре последних задания первой части ЕГЭ по истории. Они достаточно часто вызывают затруднения у выпускников. И сегодня мы попытаемся разобраться, как с этими затруднениями работать. На самом деле, в большинстве случаев они связаны с пробелами выпускников по географии, в том числе по исторической географии. Моя задача сегодня за наше небольшое видео попытаться убедить вас в том, что география, правда, очень полезна тому, кто хочет успешно разобраться с историческими сюжетами. Не только для того, чтобы заработать 5 баллов, а четыре задания, связанные с исторической картой или с исторической схемой, дают 5 баллов на первой части ЕГЭ. Но и просто для того, чтобы легче запоминать исторические события. Но сначала о самих заданиях. Это задания 9, 10, 11 и 12. И когда мы с вами говорим об этих заданиях, мы видим, что часть из них является заданиями базового уровня сложности, ну а часть, половина – это задания повышенного уровня сложности. Все они предлагают вам посмотреть на историческую карту или историческую схему. Схема – это, например, схема какой-нибудь битвы, какого-нибудь сражения. И, соответственно, выполнить разного рода манипуляции с вашими историческими знаниями, со знаниями исторической географии, которые есть у вас в головах. Задание 9 обычно предполагает какую-то работу с атрибуцией исторической карты. Чему она посвящена? Военным действиям какого правителя, монарха, князя или императора? Ну или, скажем, события какой войны показаны? Или, может быть, присоединение какого периода? Или даже экономическое развитие какого века или какой половины какого века показано на этой карте? Задание 10 – это задание, которое проверяет конкретно ваши знания исторической географии. В обычных случаях здесь спрашивают реку, город, может быть, какой-то другой географический объект. Ну и 11 задание – это задание не так давно появилось на ЕГЭ по истории, предполагает проверку того, насколько вы умеете использовать текст, использовать карту, соотносить эти два вида исторических источников между собой и, например, основываясь на определенном тексте, найти ответ на самой исторической карте. Наконец, 12 задание, и оно самое сложное из этой четверки, предполагает, что вам даны несколько утверждений, конкретно 6 утверждений. Из них вы должны выбрать те, которые являются верными. Часть из них связаны с исторической географией, другие связаны с конкретными историческими процессами в контексте того события, явления или процесса, о котором повествует эта историческая карта. Ну а часть просто проверяет ваше умение читать историческую карту. Другими словами, находить на этой карте информацию. Когда мы говорим с вами об этих заданиях, конечно, проще всего посмотреть на варианты таких заданий. Ну вот давайте посмотрим с вами на задание, которое было представлено в открытом варианте ЕГЭ. Это навигатор самостоятельной подготовки. И в навигаторе самостоятельной подготовки немало заданий, которые, в общем-то, на самом деле были на едином государственном экзамене. Помните, я убеждала вас в том, что навигатор самостоятельной подготовки – это такая полезная вещь для того, чтобы готовиться к ЕГЭ по истории. Итак, здесь, на этом слайде мы с вами можем увидеть 9 и 10 задания. Действительно, мы видим, что в 9 задании по исторической карте вас просят написать чью-то фамилию. В данной ситуации фамилию главнокомандующего войсками, действия которых обозначены на схеме черными стрелками. Ну а в 10, 10 задание, оно действительно посвящено исторической географии. Укажите название столицы российского государства в период, когда произошли события. Ну и вот уже на примере этого небольшого отрывка из комплекса заданий мы можем с вами увидеть, как работать с исторической картой. На этой карте мы можем увидеть с вами легенду. В ней написаны военные действия сторон, места и даты сражений. И даже даты сражений уже могут быть для нас своеобразной подсказкой. Еще один такой важный момент, на который ребята не всегда обращают внимание. Помимо России, в действительности, рядом с Россией мы можем увидеть соседние государства. И то, как называются эти государства, для вас, уважаемые будущие выпускники, обязательно может быть подсказкой. Ну, например, здесь мы сейчас с вами видим Королевство Пруссия и Герцогство Варшавское. И то, и другое географическое название на самом деле очень четко сужают пространство поиска для вас. Почему? Потому что Герцогство Варшавское – это государство, которое было создано на месте когда-то разделенной Речи Посполитой из отобранных Наполеоном I земель польских, прежде всего у Пруссии. Так появилась по Тильзитскому миру 1807 года подотчетная Франции Герцогство Варшавское. Ну, а уже в 1815 году на Венском конгрессе оно было ликвидировано, и значительная часть бывшего Герцогства Варшавского под названием Царство Польское вошла в состав Российской империи. Смотрите, глядя на карту, я уже сужаю пространство поиска для себя очень коротким периодом с 1807 по 1815 год. Ну и королевство Пруссии убеждает меня также, что эти события находятся где-то здесь, потому что уже в 1871 году мы не будем видеть на картах Пруссию, мы будем видеть Германскую империю. Другими словами, раз в 1807-1815 очевидна перед нами Отечественная война 1812 года. И вот в тот момент, когда мы это с вами поняли, мы можем сделать и девятое, и десятое задание. Десятое даже легче сделать, наверное, первым делом, потому что столицей Российской империи в начале 19 века, конечно, был Санкт-Петербург. Почему здесь написано, что название столицы в этот период? Потому что все вы знаете, что столица наша мигрировала, и даже название столицы, если это оставался Санкт-Петербург, менялось, потому что с началом Первой мировой Санкт-Петербург будет переименован в Петроград. Ну а фамилия главнокомандующего войска, это задание заставит вас внимательно посмотреть, чьи стрелки показаны черным цветом, чьи стрелки показаны, соответственно, светлым цветом. То есть вот здесь очень важно в такого рода заданиях разобраться с тем, где показаны войска российские, где показаны войска противника. И когда мы на самом деле смотрим на подобного рода военные действия, ошибки у ребят бывают именно с тем, что они не очень точно могут определить сторону конфликта. То есть где здесь войска российские, и, соответственно, главнокомандующим тогда будет Кутузов, потому что здесь мы, очевидно, видим с вами уже отступление войск французских из Москвы. А значит, к этому моменту Александр Первый уже назначил Кутузова главнокомандующим. Где здесь французские войска, показанные, соответственно, возглавляемые, соответственно, Наполеоном. Ну, если мы внимательно с вами посмотрим, то мы увидим, что белыми стрелками выходят французы из Москвы, и, соответственно, черные стрелки, да, это главнокомандующий русскими войсками. Одиннадцатое задание, как я уже сказала, это задание относительно новое, и в этом задании ребята часто пытаются найти ответ в собственной голове. На самом деле, одиннадцатое задание, хотя оно задание повышенного уровня сложности, оно не требует использования собственных знаний. Это задание, которое еще раз предполагает, что вы внимательно посмотрите текст, ознакомившись с этим текстом, вы обратитесь к исторической карте или исторической схеме, и, используя текст, проследите, скажем, по стрелочкам движения войска, ну, или движения, не знаю, там, восставших, или что бы то ни было на этой самой карте, и найдете ответ на самой исторической карте. Вот это, наверное, ключ к пониманию того, как выполнить задание 11. Ответ на это задание всегда есть на самой карте. Соответственно, здесь не надо использовать собственные исторические знания. Это задание проверяет ваше умение притворить понятый текст в работу с картой. Если мы смотрим, что наполеоновская армия вышла из Москвы, медленно двинулась по направлению Калуги, Наполеон хотел пойти, тут мы вспоминаем, на юг, он стремился в сторону Украины для того, чтобы найти там продовольствие, оказаться просто в более теплой части Российской империи, чтобы была возможность его армии перезимовать тяжелую холодную зиму. Он понимал это уже в раннюю осенью, к началу октября, потому что даже осень 1812 года оказалась очень холодной. Но русские войска преградили ему путь на Калужско-Тульскую дорогу, прикрывали Калугу, где были продовольственные склады, прикрывали Тулу, где были оружейные склады. В тексте написано, что перекрыли они ему у малой ярославца, и надеюсь, что вы вспоминаете важное такое, да, для исхода Отечественной войны сражение 12 октября 12 года, сражение у малой ярославцы. Этот небольшой город 8 раз переходил из рук в руки. Русские войска в итоге вырвали у Наполеона инициативу, прорваться через малый ярославец французским войскам не удалось. Убедившись в том, что ему не прорваться к югу, он приказал отступать на его, тут мы должны назвать какой-то населенный пункт, какой-то город, и далее на Вязьму и Смоленск. Вот после того, как мы прочитали этот текст, мы снова можем обратиться к карте, найти малый ярославец, и когда мы находим с вами малый ярославец, мы видим, как белые стрелки французской армии, а мы ведь уже решили с вами, что французы, выходящие из Москвы, показаны светлыми стрелками, русские войска показаны в Тарутина стоящие. Кстати, да, когда мы смотрим с вами на Тарутина, мы окончательно убеждаемся в том, что именно кутузовские войска стоят, то есть русские войска стоят в Тарутина, и, значит, изображены черными стрелками. И вот смотрите, от малой ярославца, французская армия сначала она к малой ярославцу на юг двинулась, из Москвы, это происходит в начале октября, но затем 12 октября происходит это, на самом деле, решивший исход Отечественной войны, сражение, и вот она, французская армия, отступает к Можайску, а дальше мы видим Вязьма, и дальше Смоленск. Итак, правильным ответом на 11 задание является Можайск. Как вы видите, здесь просто нужно использовать саму карту. Наконец, 12 задание. Я уже попыталась убедить вас в том и сказать вам о том, что это задание самое сложное. Сложное оно в том числе потому, что, как обычно, в задании на множественный выбор мы не знаем количество правильных ответов. И, соответственно, мы в голове должны держать, что правильных ответов точно не может быть 1, а это задание на 2 балла. Их не может быть 6, но, то есть, точно должны быть какие-то неправильные, но традиционно правильных ответов от 2 до 4 держим в голове, что может быть и 5. И, наверное, такой важный момент про 12 задание, для того, чтобы вы его успешно могли выполнить, я рекомендую вам сначала каждое из утверждений проверять по самой карте. Ребята часто забывают, что как минимум один пункт, то есть, как минимум одно утверждение должно проверяться самой картой. Точно так же, как мы сейчас, используя карту, делали предыдущее 11 задание. То есть, не все утверждения предполагают знания ваши. Это на самом деле то, что часто мешает ребятам успешно справиться с этим заданием. Выпускники не смотрят на саму карту, выполняя 12 задание. Они ищут ответы где-то в своей голове и забывают о том, что часть можно просто посмотреть, дошли ли стрелки до того или иного города. На схеме черными стрелками обозначен Тарутинский маневр русской армии. Смотрите, да, здесь очевидно, это задание попросит, это утверждение, очевидно, заставит нас снова обратиться к самой карте, посмотреть на схему, действительно ли мы видим здесь с вами Тарутинский марш-маневр. Если мы уже решили, что черные стрелки Наполеона, а светлые стрелки русской армии, то вряд ли. Современниками событий были Пест или Трубецкой. Здесь, конечно, знания надо проявить. И мы видим с вами, что утверждения могут быть не напрямую связаны с самой картой. Это тоже то, что делает, может быть, выполнение этих заданий сложным. Может быть, что-то из более ранних периодов, что-то из более поздних периодов. Ну, например, на карте может быть, да, карта может быть посвящена XVIII веку, а вас могут спрашивать про то, не обозначен ли на карте город, в котором потом Российская империя подпишет мир и выйдет из Первой мировой, то есть Брест-Литовск. То есть вот такого рода сюжеты, да, такого рода заходы вперед или наоборот назад, они для XII задания тоже вполне ощутимы и реальны. Ну и Пест или Трубецкой, поскольку они были руководителями декабристов, то, безусловно, 1825 год очень близко к 1812. Более того, декабристы называли себя детьми XII года. Очевидно, они являются современниками событий. Современниками на ЕГЭ по истории мы называем тех, кто застал эти события. Здесь важно понимать, что современники при этом могут быть разного возраста. Современнику может быть и 70 лет на момент Отечественной войны. Кутузов умрет уже в апреле 1813 года, но он же, очевидно, не просто современник, а прямой участник событий Отечественной войны. А Пушкину всего 13 лет, но мы тоже называем его современником Отечественной войны. В период военных действий в составе Российской империи был Крым. Вот здесь мы тоже понимаем, что мы не сможем на карте проверить, входит ли Крым, полуостров Крым в состав Российской империи. Здесь надо применить ваши исторические познания. Для того, чтобы решить правильное или неправильное утверждение, надо вспомнить, а когда действительно Крым вошел в состав Российской империи, и вспомнить, что присоединили Крым при бабушке Александра I и Екатерине II. На схеме обозначен город, где был подписан мир, связанный с континентальной блокадой. Это Тильзит. Тильзит находится на карте, на реке Нема. Это город, в котором в 1807 году как раз и было создано Герцогство Варшавское. Но главным условием Тильзитского мира была континентальная блокада Англии. 1812 год, это очевидно не вторая четверть, а первая четверть XIX века. Ну и пунктирными стрелками обозначены действия вспомогательных отрядов противника русских войск. Ну и поскольку мы с вами решили, что черными стрелками показаны русские войска, то никак не могут быть это вспомогательные отряды Наполеона, то есть французов. Это в действительности партизанские отряды. Надеюсь, все вы знаете, что война 12-го года не случайно названа отечественной. Это название связано с тем, что с июля русские крестьяне, ну, кстати, и армейские офицеры тоже, стали формировать вот эти вспомогательные партизанские отряды. И, как вы видите, не только русская армия, но и партизаны сыграли важную роль в том, чтобы гарантировать отступление наполеоновских войск и, соответственно, успешное завершение Отечественной войны.